МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главным спортивным событием Самары, да и всей футбольной России, стала сенсационная победа самарских крылышек над неоднократными чемпионами страны московским «Спартаком». 23 года самарские крылья Советов никак не могут переиграть столичный «Спартак». И вот, наконец, команде Александра Тарханова удалось это сделать, разгромив москвичей на поле стадиона «Металлург» с неприличным для пятикратных чемпионов России счетом 3-1. Наши футболисты начали встречу свободно, раскованно, словно на них не давил авторитет одного из лучших клубов не только России, но и Европы. В первом тайме команды вполне могли обменяться голами, но счет так и не был открыт. Наши футболисты смотрелись на поле очень достойно. Основные события развернулись во втором тайме. Уже в самом начале Карапет Микаэльян открывает счет в этом матче. Филимонов был бессилен этому помешать. А через 7 минут второй мяч влетает в сетку ворот «Спартака». Его автором, по иронии судьбы, стал экс-самарец Виктор Булатов, срезавший мяч в угол собственных ворот. Гости смогли забить первый мяч только на 75-й минуте. Это сделал с пенальти капитан «Спартаковцев» Андрей Тихонов, злой гений нашей команды, проведший в ворота крылья 8 голов за последние 6 лет. Чаша весов заколебалась. Сейчас «Спартаковцы» усилили натиск на ворота Василия Слободько, но тот играл превосходно. Он стал настоящим героем матча, отразив несколько опасных мячей. Ну а точку в этой встрече поставил Зураб Циклаури, поразивший ворота «Спартаковца» в самом конце матча 3-1. В оставшееся время «Красно-Белые» так и не смогли уйти от поражения. Я считаю, что счет сегодня по игре, и команда, которая показывает такую игру, как показал «Спартак», она не должна претендовать не только на победу в чемпионате, но даже и на место, допустим, в тройке. Я лично не расстроен. Почему? Потому что чувствовалось после «Локомотива», что многие игроки себя начали переоценивать. Они посчитали, что чемпионат закончился. Это хороший, огромный рычаг в моих, в частности, руках, для того, чтобы привести их в порядок. Игра смотрелась такая, и боевая была, и, в общем-то, разум был. Да, я предполагал, что «Спартак», возможно, я не знаю, как переоценка своих сил, но где-то, может быть, но не спать, потому что усталость какая-то есть на копеек, потому что не было такой свежести, хотя не команда инициативой владела, все равно во втором тайме. Я, в общем-то, так рассчитывал в начале второго тайма на ничью. Если сыграли ничью, я был, конечно, доволен. Но потом, в общем-то, в контратаках мы добились результата. Победа над «Спартаком» долгое время для «Крыльев» была недосягаемой. И очень хочется надеяться, что последний громкий успех окажется не холостым выстрелом, а прорывом «Крыльев» на новый качественный уровень футбола. Продолжение следует... Продолжение следует...